О том, как менялась ситуация в Сирии за последние недели с начала наступления сирийской армии на позиции террористов. Год 2020. Сразу на всех каналах России высокоточным ударом с воздуха был уничтожен очередной подземный бункер ИГИЛ. Наши штурмовики и бомбардировщики наносят удары по базам террористов круглосуточно. До 2019 года все уничтоженные подземные бункеры на карте отмечали красным фломастером. Теперь, когда места для отметок на картах не осталось, было принято решение карты нумеровать. По состоянию на сейчас их ровно 483. Министерство обороны России сегодня представило карту размещения противоборствующих группировок в Сирии. Она была составлена на основе различных источников, включая данные разведки. Российские летчики уже привыкли к летающим презервативам в сирийском небе. Многие даже утверждают, без них летать было бы одиноко. Боевики ИГИЛ пытаются сбивать российские истребители бомбами из презервативов. Тем временем на земле уже негде хоронить убитых главарей ИГИЛ. На федеральных каналах России, начиная с 2015 года, их уничтожают каждый день и пачками. С каждым днем удается освободить от боевиков все больше территории. Несколько часов назад стало известно о том, что уничтожен один из лидеров Аль-Каиды. Тем временем в славной Новороссии продолжается отвод тяжелого вооружения. Чтобы никому не было обидно, танки в порядке живой очереди отводят в каждую деревню. Танки, которые еще несколько месяцев назад принимали участие в тяжелых боях под печально известным поселком Широкино, сегодня покидают свои позиции. При каждом отводе из Донецка приезжает специально закрепленный за этой темой корреспондент. Последние пять лет этот несчастный человек снимает только регулярные отводы вооружения. А вот так, собственно, выглядит та самая процедура верификации. Сотрудники ОБСЕ осматривают каждый танк, сверяют серийные номера. Ведь если регулярно смотреть кремлевскую пропаганду, то можно сделать простой вывод. В их телевизорах годами меняется только обертка, а содержание всегда остается прежним. В США и Европе не ожидали, с какой скоростью и точностью российские летчики начнут уничтожать то, что западная коалиция не может уничтожить уже целый год. О сайте Захарченко, летающих презервативах и ненастоящих сирийцах. Прямо сейчас в Антизомби. Тропой угрома. Эта неделя стала началом наземной операции сирийской регулярной армии против террористов при российской поддержке с воздуха. Слава российским мужикам в шлемах! Бомбам КААП-500! Слава! В эфире новости на Первом канале. Только что в Сирии высокоточной управляемой авиабомбой, не задевшей при разрыве ни одного мирного жителя, было уничтожено несколько сотен боевиков ИГИЛ. Под напором сирийской армии террористы сдают позиции. Ежедневные потери живой силы исчисляются сотнями. Террористы, зажатые в котлах, переодеваются в женские одежды, сбривают бороды и убегают домой варить лукум. Большие потери, нанесенные террористам, спровоцировали их массовое бегство в сторону турецкой границы. Переодеваются в никабы традиционную мусульманскую женскую одежду. Ну и британские журналисты в окрестностях Алеппо и Хамы нашли буквально горы бритвенных станков и сбритых бород. А дети по всей Сирии накачали ноги, радостно подпрыгивая, чтобы приветствовать бомбящий их российский самолет. Даже те малыши, что только-только научились ходить, знают, что русский самолет в небе – это очень хорошо. Это значит, что совсем скоро они смогут вернуться домой. Это всего лишь краткое описание того, что последние недели показывают на любом федеральном канале России. Причем методички отрабатываются настолько четко, что новости разных каналов, между эфирами которых минимум пара недель, можно смело добавлять в рубрику «Найдите 10 отличий». Российская армейская авиация в Сирии только за прошедшую неделю уничтожила 363 объекта, принадлежащих различным террористическим группировкам. Более трех тысяч боевиков, запрещенного в России исламского государства, убежали из Сирии. Многие сдаются правительственным войскам. Таковы результаты ударов, нанесенных российской авиацией в оппозициях террористов. Впрочем, чисто визуальное отличие все же есть. Если раньше самолеты били в нежилых кварталах, потому что русские мирных жителей не убивают... Хочу подчеркнуть, что ударов по объектам гражданской инфраструктуры не наносилось. Тем более по зданиям, где могли или находились мирные жители. То теперь о таких пустяках никто особо не думает. А чтобы зрителя не смущали взрывающиеся домики в кадре, по телевизору доступно объяснили, что мирных сирийцев на неподконтрольных Асаду территориях вообще не осталось. Сирийские военные источники подтвердили журналистам, что в этих районах не было мирных жителей, только радикальные группировки. Остовы домов и ни одного мирного жителя. Вот уже третий год здесь скрываются террористы Аль-Каиды. А раз не осталось, можно и по городам из-за реактивных систем залпового огня пулять. Но это же вопрос десятый. Главное, что стабильность в новостях такая, что Сталин поусмехался в усы и до утра в ладоши хлопал. Правда, встречаются во всем этом потоке густого киселя и до слез обидные нестыковки. Вот и в любимом вечернем шоу «Россиян» с неофициальным названием «Позовем одного врага и замочим всей толпой» вдруг что-то пошло не так. Вопрос к представителю Сирии, который тоже за этим столом находится, у меня вопрос такой. Пока Маша Цыпко и мама распятого мальчика еще усиленно учат арабский язык, в студию опрометчиво решили позвать настоящего сирийца. А вот что вы скажете по поводу борьбы с исламским государством, с людьми, которые отрезают головы другим людям, с ними надо бороться или нет? По всем законам российского телевизионного жанра, Сирияц должен был в слезах отблагодарить российских братушек за помощь, а фамилиями создателей бомб КААП-500 назвать главные улицы и площади Дамаска. Но, как говорится, это был явно не день Бэкхэма. Вот это ИГИЛ, это действительно террористы. Но почему они появились на сирийской земле и откуда они появились? Это они появились из-за двух причин. Сириец сразу же дает понять, разница между ИГИЛ и Асадом только в названии. Первое, жестокости режима против своего собственного народа, режим Асада, который убит, по нашим расчетам, не менее полмиллиона человек. ИГИЛ убил, может, несколько тысяч всего. Вот где террор? И это еще не говоря о террористах Хезболлы, на счету которых сотни терактов по всему миру. Но российские каналы давно дали понять, свои террористы – это не террористы. По этой логике тогда вы должны быть против российской операции в Сирии. Я против, конечно. Это самая меньшая ситуация сейчас. И она никакого эффекта не даст, как и американская, потому что бомбежки не рычат вопрос. А пешевшие ведущие, уже представив неминуемую кару, моментально включают режим – вы все врете. Она ничего не делает. Они наступают. Это вы, ваша пропаганда. Как пропаганда? Ну как пропаганда? Это все пропаганда. А номинацию «Веселые и находчивые дня» двумя руками схватил напарник Толстого, резко забывший, кто это вообще пришел в студию его шоу. Сетя, Сетя, я не понимаю, кто это. Не скажите, пожалуйста, кто этот человек. Ребята, вы говорите так, как будто знаете, кто это. Сейчас самая удобная ситуация. Кто вы? Представьтесь, пожалуйста, вы кто. Живой сереец. Живой сереец. Ну а дальше все пошло как по маслу. Что там этот сереец может знать о Сирии? Из Москвы оно и виднее, и понятнее. Тем более, вон, весь мир уже на коленях от силы русской авиации. Российские воздушно-космические силы переломили ситуацию на театре военных действий. Это начали признавать и на Западе. И все это особо завадно смотреть на фоне вот таких вот сюжетов. Боевики исламского государства запустили летающие бомбы-презервативы у города Идлиб. В отличие от донецких шахтеров и трактористов, которые из пластиковой бутылки, фольги и конопли на второй день смастерили ПВО и принялись сбивать укропскую авиацию, тайно поддерживаемые Западом и Саудовской Аравией террористы используют вот такие суперсовременные способы для борьбы с русскими самолетами. Террористы называют свои изобретения резиновыми Джонни. К каждому такому Джонни с двух сторон прикрепляется взрывчатка. Въедливые блогеры в ответ на шутейки россиян тут же заметили, что весьма вероятно это вовсе не оружие, а привет летчикам от террористов. Ведь встретив в небе летающий презерватив с бомбой, аналогии обязательно сами собой возникнут. Ну а если оставить замечание блогеров в стороне, нельзя не отметить. Сила русского оружия, о которой сейчас истерично рассказывают в каждом выпуске новостей, возрастает в разы, когда против тебя армия с вот таким вот ПВО. А это самодельная, то ли гаубица, то ли миномет, даже не знаю, как это назвать. А пока Обама, трепеща от страха, собирается одним махом снять с Россиюшки сразу все санкции, судя по последним новостям, число бойцов для похода на Вашингтон в скором времени возрастет в разы. Член комитета Госдумы предлагает сделать службу в армии альтернативой уголовному наказанию. Вот это уровень, а вы говорите, загнивает, загнивает. И как тут не перефразировать классика? Ты вор, джентильмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Только исходя из последних новостей, получается где-то вот так. Украл, выпил, в армию. Украл, выпил, в армию. По мнению автора проекта, это нововведение позволит более гуманно подходить к вопросу перевоспитания граждан. Не менее стабильно все и у гордых боевых новороссов. Часть местной элитки уже собрала чемоданы в ожидании открытия автобусного тура «Донецк-Дамаск». Остальные в 155 раз за последний год куда-то там отводят свои танки. Донецкие ополченцы сегодня начали отвод вооружений с южных окраин республики. В первую очередь, в свою позицию покидают танки. Даже не особо копаясь в архиве, легко отыскать десяток другой точно таких же сюжетов. В Донецкой и Луганской народной республиках отвод вооружений калибром меньше 100 мм идет уже несколько дней. Тяжелое вооружение армия ДНР от передовой отвела, поэтому заставить замолчать украинскую артиллерию нечем. Технику уже отводили и в мае, и в июле, и в сентябре. А может они ее по кругу отводят, а? В ДНР начинается отвод тяжелой техники с горловского направления, танки, артиллерию и минометы. Передвинут от линии соприкосновения на расстояние не менее чем 15 километров. А вот ответ на этот и другие вопросы вы сможете отыскать на новеньком личном сайте Захарченки. Александр Захарченко, официальный сайт. Специально для Псаки и Керри, новости дублируются и на недуховном английском языке. Осталось дождаться появления команданта в Инстаграм и Твиттере. Пора, пора уже предателя Гиркина до болтливого Коротченко на место ставить. А вот что должно обязательно попасть на сайт Захарченко, так это вот этот кусочек о зверствах киевских карателей от канала РЕН-ТВ. Бывшие революционеры Майдана, так и не снявшие Балаклавы, объединились в многочисленные парамилитарные батальоны. Они присвоили себе право осуждать или оправдывать, карать или миловать, хватать или отпускать. Здесь явно перестарались в попытке показать кровавое лицо злобные хунты. Выстрелили мне в ногу. Подошел товарищ один, ударил меня ножом. Потом подошел хлопец с собакой. Собака черная, чака. Укусила раз здесь, снизу там. Ей облили бензином. И вот он начали поджигать. Потом еще доктор походил, походил, выстрелил мне в ногу. И все это очень напомнило знаменитый мультфильм, где в течение 30 секунд на кота Тома падал утюг, его проглатывала акула, расстреливал танк, но он, как ни в чем не бывало, продолжал погоню. Ах, жаль, рентильи рядом с микрофоном не было.